Добрый вечер! Мы продолжаем наше изучение пророков. Сегодня мы сделаем шаг такой возвращения в Ишаяху в связи с прошедшими десятью днями раскаяния Йом-Кипуром. И, естественно, это связано с праздником Суккот. Безусловно, как раз, может, проведем такую линию между Рожешана, Йом-Кипуром, десятью днями раскаяния и Суккот. Может быть, нам это удастся сделать. Я напоминаю, что все свои слова я посвящаю возвышению души памяти, возвышению души Люба Бат Михаэль, которая приложила очень много усилий для того, чтобы сделать тексты пророков понятными на русском языке. И в качестве небольшого введения можно сказать, что очень интересно, что иногда пророческие тексты, они воспринимаются как некоторый повод такой для продолжения, для развертки. И у нас в молитве появляются и слова пророков, и дополнение мудрецов. Вот, скажем, к душа, то, что мы читаем постоянно в молитве, как бы особо возвышенные слова, которые произносятся все вместе. Когда Шалех Цибур, тот, кто читает молитву от всего общества, возвращается к молитве, то мы говорим слова из шестой главы Ишаягу «Свят, свят, свят, полна вся земля, слава его». Это мы произносим. И также мы говорим то, что есть в Ихискееле во второй главе благословенно имя его славное, можно так сказать, и будет царь, будет Всевышний царем на всей земле. Это то, что мы говорим, как бы, да, идея осветить имя Всевышнего, считается это отдельный заповедь, произнести эти слова вместе. Вот в праздник появляется очень интересная добавка. Ангелы спрашивают, где место славы его. Это то, что мы добавляем в праздники. И этого нет в пророков. Это как бы такое добавление поэтическое, что вот когда разрушен храм, что ангелы, которые живут с сегодняшним моментом, они не знают, где же место славы Всевышнего на земле. Он вроде как бы оставил землю, они не видят это. А мы, мы поворачиваемся всегда с молитвой в сторону храма. И в отличие от ангелов мы четко знаем, где его место славы, даже если храм разрушен, и даже если его присутствие не очищается на горе Мурья. И это было заложено в молитве царя Шламоп. Он обращается ко Всевышнему и просит его, чтобы молитвы принимались всегда, всегда, когда человек обращается к горе в сторону храма, поворачивается в молитве в сторону храма. Он просит, чтобы это было даже тогда, когда храм будет разрушен. Мы знаем, что царя Шламоп уже в процессе строительства знает, что храм будет разрушен. И вот мы сегодня с вами столкнемся с таким же пониманием трубить в шафар, в большой шафар. Посмотрим, кто трубит в шафар, что значит большой шафар, какая разница его величина. Но можно трубить и небольшой шафар, и его звук будет разноситься очень далеко. И вот мы с этой проблемой большого шафара, как она понимается мудрецами, не всегда в точном связи с текстом пророчества, мы с вами посмотрим. Это такое видение. Думаю, что оно само по себе интересно. Оно раскрывает немножко для нас заповедь, говорит душа, говорит все вместе о величии Всевышнего, будние праздники. Теперь я открываю тот текст, который я приготовил для вас, и мы начинаем обсуждение текста, изучение текста. Мы начинаем с 27 главы в пророке Ишаяху. И будет в тот день, обивать будет Бог плоды свои от разлива реки до потока египетского, и вы собраны будете по одному сыны Израиля. Ну, что-то понятно, от разлива реки, река, если она не определяется в пророческих текстах, то это река Прат. А поток египетский – это или Вади-Лариш, или сам по себе Нил, что в данном случае для нас не очень важно сейчас вдаваться в эти подробности. Мы понимаем, можем сказать, от реки Нила до Прата. Всевышний будет собирать рассеянных, и это относится к Ишаяху, пророчеству, и до этого относится и к временам царя Хискиягу, когда значительная часть народа была уже рассеяна, часть ушла на юг, часть ушла на север, и, как мы помним, жители Северного царства были угнаны, в основном за Дамаск, на север Дамаску были угнаны Сан-Хирибом. Это как бы все понятно. Но есть момент и непонятный. Обивать будет Бог плоды свои. Есть ли плоды в изгнании? Какие плоды сыновья Израиля могут дать в изгнании? Плоды – это что-то существенное, это вкусное. С точки зрения метафизики, вкус – это наполненный смысл. Это ам, вкус – это ам, смысл – это анонимы, как говорят. Одинаковые слова наполнены смыслом. Все это не ожидается как-то в Галуте. И тут даже не сказано, что плоды. Плоды – это как бы я добавил в скобках для того, чтобы было понятно. Более того, можно сказать, что обивают не просто плоды, а обивают маслину. И вот сыновья Израиля сравниваются с маслиной, которая есть в изгнании. Плоды есть, но они не собраны. Они и так и остаются на дереве. Кто их соберет? Соберет Всевышний для того, чтобы принести в землю Израиля. Мы с вами хорошо понимаем, почему этот образ возникает, образ маслины. Потому что маслина, ее основное предназначение – давать масло, которое дает свет. Маслина, как мы знаем, оливковое масло – это очень важно или, скажем, указывает на очень важное свойство сыновей Израиля. Во-первых, как мы знаем, оливковое масло не смешивается с другими жидкостями. И также сыновья Израиля в изгнании не должны смешиваться с другими народами. И, по сути, не смешиваются с ними, остаются отдельными. Кроме того, маслина, ее основное предназначение – это выжать из нее ее масло, которое использовалось в основном для освещения, дает свет. Вот это образ сыновей Израиля. Они должны давать свет, но этот свет может быть дан только в Израиле, только в Святой Земле, только там, где стоит храм. Пока этот свет как в хранилище. За годы изгнания он не вышел, как бы не распространился, а он накопился. И все, что накопилось за годы изгнания, все, что не было дано силой души сыновей Израиля в изгнании, все это будет дано после возвращения, как бы с удвоенной, с утроенной силой, будет дано из Израиля, из храма, который будет построен. А пока вот маслина не обита, никто ее не может собрать, только Всевышний обивает плоды. И можно подчеркнуть, что собирание по одному, мы это уже видели в Ереме-Ягу, всегда-всегда в изгнании собирания по одному нету общества. И подчеркивается этот момент. Может быть, если есть чудо, о котором говорит Ешаягу в других местах, то это как поток, как поток в Негеве, как говорит царь Давид. Но здесь в данном случае по одному, то есть нету такого явного чуда. Итак, маслина, плоды, которые вызрали в изгнании, но свет должны дать на земле Израиля. И следующая фраза тоже простая и загадочная. И будет в тот день затрубиться. Хотел бы подчеркнуть затрубиться. Мы сейчас с вами разберем. Может быть, по-русски это не очень внятно. На иврите совершенно приемлемо. Затрубиться в большой шафар. И придут пропадающие в земле Ашура, и загнанные в землю египетскую, и поклонятся они Богу на горе Святой в Ярушалайме. К этим словам мы постоянно возвращаемся в молитве и в Рожешана, и в Йом-Кипур, и в Десять Дней Раскаянии, которые отделяют Рожешана от Йом-Кипура, постоянно мы говорим эти слова. Но что же это за слова? Что же? Каков их смысл? Кроме того, что мы с вами говорили, что пророки как песни вдохновляют, но все-таки еще больше бы вдохновляло нас, если бы мы понимали смысл пророчества, красоту и логику слов. Обращу ваше внимание на слово «итака» – затрубиться. Затрубиться нефаль, будет трублено, будет вострублено в большой шафар. Вот у Равкука есть целая сиха, целое такое обращение к народу, которое связано с кончиной герцеля. Он говорил об этом в связи с еспедом, в связи с упоминанием герцеля. И он говорит о том, что есть три шафара. И большой здесь шафар в том смысле, что он большой как великий, значимый. Он говорил о том, что есть шафар, есть шафар животного, животного, который зарезано кошерно. И этот шафар является наилучшим. И в рожа шана наилучшее трубление в прямой большой рог. Но и другой рог тоже годится. И можно его назвать малым шафаром или средним шафаром. А есть еще и шафар, который как бы животного, которое зарезано некошерным образом. И он тоже годится в крайнем случае, как бы говорят, где ават. Если нет ничего другого, он тоже годится. И Рав Кук видит в этой галахе намек на избавление. Он говорит, что шафар может быть нечистым, когда люди поднимаются в землю Израиля без понимания. Их что-то гонят, снимают с насиженных мест. Это нечистый шафар. Шафар, условно говоря, небольшой, чистый, но небольшой. Он соответствует тому, когда есть какое-то понимание, но оно есть не у всех. И те, кто понимает наставшее новое время и обязанность землю подниматься в землю Израиля, они стараются, стремятся увлечь за собой других. А вот большой шафар – это когда совершенно очевидно, что Бог начал новое время. Он проявляет себя. И не может быть никаких споров, не может быть никаких разногласий, потому что божественное присутствие ощущается во всем мире. Все понимают те процессы, которые направляет его рука. Это вот три шафара. Один нечистый, один средний и другой большой по Равкуку. Но интересно, я бы сказал, что из этой фразы мы не можем сделать такого вывода и пойти как бы по тому пути, которым пошел Равкук. Потому что здесь сказано затрубиться в большой шафар. В отличие, он говорит, Равкук говорит о молитве, о шмана и сре, там, где мы говорим, ткабы шафар гадолих рутэйна. Весанесы кавец галую тэйну. Мы говорим так, затрубив большой шафар для нашей свободы и поднимись тяк, знамя и нашего возвращения из изгнания. То есть он говорит о молитве. Мы просим Всевышнего, чтобы он затрубил большой шафар. И здесь он развертывает всю эту картину. Нечистый шафар, средний шафар и большой шафар. Но это не отсюда. Это не отсюда здесь, это неприемлемо. Это неприемлемо, потому что здесь затрубиться в большой шафар. И мы сейчас посмотрим разницу с вами. А вот в пророке Схарья здесь говорится по-другому. И отсюда Равкук мог взять, или, скажем, этими словами, может быть, обоснован его драж, его обращение к народу, рассказ его о шафаре. Это из Схарья. Вот что здесь говорится? А что здесь говорится? Здесь говорится так. Бог Всесильный в шафар затрубит и пойдет в бурях юга. Бог Всесильный в шафар затрубит. Есть разница? Конечно, 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 есть разница. Здесь не сказано в большой шафар. Потому что, само собой разумеется, что это большой шафар, великий шафар. Потому что в него трубит Бог Всесильный. Здесь трубление идет само собой. То есть что-то происходит в мире без того, что видна рука Всевышнего совершенно явно, без того, что видны процессы, которые он направляет. И происходит что-то, что можно сравнить с трублением в большой шафар. В каком смысле большой шафар? В каком смысле большой? Он затрагивает всех. Он не великий. Он действительно большой. Он сотрясает всю землю. Войнами, неурядицами. Он, этот шафар, призывает вернуться в землю Израиля от противного. Он гонит людей без того, что они понимают, что это трубит Всевышний в шафар. Большой, в смысле сильный. А здесь Бог Всесильный трубит в шафар. Сам Бог. Понятно, что происходит. Те процессы, направляемые его рукой. Пойдет в бурях юга. Об этом можно говорить. Только можно вспомнить, что мы говорили в Еремьягу, что беда надвигается с севера, а вот божественное присутствие раскрывается с юга. Но, опять же, это совершение обязательно в географическом плане. А в том плане, что север – это скрытое. Это скрытое. И колуд, изгнание всегда связано со скрытием, да, скрытием лица, с непонятностью и со скрытием непонятностью греха, от которого сыновья израиль не могут избавиться. А вот юг, он, наоборот, символизирует ясность, раскрытие. Также и в храме говорят, что на юге стояла Минора, а на севере стояли хлеба. Хлеба как символ материального мира, скрывающего духовность. А вот Минора как свет Всевышнего. И говорят, что тот, кто хочет умудриться, пусть он обратится на юг. Опять же, совершенно не обязательно по физическому плане. Можно сказать, что пусть вспомнит о Миноре, которая стояла на юге, да. И вот мы видим это совершенно как бы такую прекрасную перекличку пророков, очень ёмкую. Будет трубиться в Большой Шафар, да. И Всевышний затрубит в Шафар, о котором даже не надо говорить, что он большой, да. И тогда мы с вами понимаем очень хорошо, да, вот, что, откуда у нас в молитве Кабы Шафар Гадодзу, трубив Большой Шафар обращение к Всевышнему, чтобы он сам трубил. И мы в молитве добавили Большой, Большой Шафар не в том смысле, как он есть у Ишаяху, да, потому что Ишаяху Большой это сильный, да, вот, но скрытый. Добавили Большой Шафар в смысле великий, то, что как бы хотел сказать Схарья, но не сказал. И вот это ещё один пример такой, как в молитвы переходят слова пророков и как бы додумываются, додумываются мудрецами и появляются в молитвах, да. Но то, что нам важно с вами, да, в Ишаяху, если вернуться к нему, то речь идёт о скрытых процессах, которые люди не понимают, о потрясениях, которые происходят в мире. Хотелось бы обратить внимание на слово, на слово Шафар, оно образовано от слова Шефер, Шефер – это красота и улучшение одновременно, да, все знают еврейское слово или Шапер – сделать лучше или сделать чуть красивее, да. Как же Шафара связана с красотой? Ну, если не говорить, что это рог животного и для животных рога – это красота, да, особенно... длинные, высокие рога у оленя, которые называются на иврите ягмур, да, у него высокие, прекрасные рога. Если не говорить об этом, а говорить о духовной стороне, то мы представляем себе, может быть, мы с вами говорили, что идея Шафара, она связана с, так сказать, проникновением, входом духовности в мир. И не случайно звук Шафара звучит, когда... звук Шафара звучит, когда сыновья Израиля стоят у горы Синай. Понятно, что в мир приходит новая эпоха, связанная совершенно с другой духовностью, которая прорывается в мир, как бы находит себе место, прорывается в мир. И это дарование Торы. Мы говорим о том, что... Вот мы здесь говорим о том, что приход нового времени, появление Машиаха сравнивается с трублением Шафар. И также, скажем, в Рожешана, когда в день сотворения человека мы говорим о трублении в Шафар. И здесь как бы... Я надеюсь, что этот образ понятен. Что как бы Всевышний как бы с трудом помещает в материальный мир духовность, дух приводит его, как трубление в Шафар. Можно бы было в материальный мир поместить столько духовности, сколько он может вместить, чуть-чуть, немножко. Но Всевышний всегда хочет дать благо и старается как бы... И дает немножко больше того, что мир, человек могут воспринять. И это продвигает вперед. Может быть, трудно, не сразу. Но продвигает вперед и человека, и человечество. Это, так сказать, дополнительная лишняя порция, которая входит в мир с силой. И вроде шана это похоже на то, как Всевышний вдохнул душу в человека. При даровании Торы мы понимаем, что приходят новые духовности. Также с появлением нового времени, в Машиах, еще раз начинается новая духовность. И опять мы сравниваем это с трублением Шафар. Что же такое красота? На красота можно пойти несколькими путями. Морал говорит, что красота возникает там, ощущение красоты возникает там, когда совмещаются противоположности. Нету большего совмещения противоположностей, чем совмещения материального и духовного. Так сказать, конечного и бесконечного. Это прежде всего вызывает чувство красоты. Потом можно говорить о красном и синим, как двух противоположных краях спектра. О паре мужчине и женщине, когда ощущение красоты от пары, оно где-то между ними. Обо всем этом можно говорить. Но прежде всего нужно было бы сказать вот о том, что мы говорим с вами, о совмещении конечного и бесконечного, материального и духовного. Это вызывает ощущение красоты. Поэтому Шафар связан со словом шефер и улучшение, и красота. Очень красиво я бы сказал тот момент, что в Рожешана, эта духовность входит с таким надрывом в мир. А вот в праздник Суккот подчеркивается красота, как красота спокойная, которая уже вошла в мир и укрепилась в мире. Да, и опять же, Суккот это связано с совмещением материального и духовного. Но уже здесь нету такого надрыва, а эта красота спокойная и красивая. А мы пробираемся дальше. Я пропускаю строки из Схарья. А вот мы с вами в нашем стихе 13-м из 27-й главы Ишая, у которой я напоминаю, постоянно повторяют в Рожешана, между Рожешаном в Йом-Кипур, затрубиться в большой шафар. Мы уже представляем более-менее, о чем идет речь, когда мы говорим о будущем. И придут пропадающие в земле Ашура и загнанные в землю египетскую. Здесь дело не в том, что есть изгнанники в Ашуре, есть изгнанники в Египте. В Ашуре были угнаны в Египет, убежали от тех трудностей, которые были в Иуде. Это все как бы реалии очень важные. Но кроме реалий, здесь, как всегда, пророк дает такую крупными мазками картину будущего, можно сказать, картину той ситуации, которая всегда возникает. Земля Ашур от слова Ошер, богатство. И это образ тех земель, где сыновья Израиля устроились очень хорошо. И им совершенно оттуда незачем двигаться и сдвигаться. земля египетская. Это там, где сыновьям Израилем не очень хорошо, но они оттуда, как из Египта, не могут выбраться. Так же, как было в том же Советском Союзе. И те, и другие пойдут. Одни пойдут, потому что их уже, их богатство не будет спасать. Другие пойдут, потому что упадет железный занавес, и они смогут подняться, и поклонятся они Богу на горе Святой. И я написал в скобках для вас обратить внимание, что храма еще нет, на горе Святой в Иерушалайме. Если говорить, что это относится к нашему времени, что в конце концов из двух вариантов, которые есть в Схарья и которые есть в Ишаяху, в Схарья есть, когда Всевышний сам трубит шапар, его присутствие очевидно, в Ишаяху его присутствие скрыто, совершенно скрыто, то мы можем сказать, что для нашего времени, конечно, больше и в дольшей степени реализовалось то, что есть в Ишаяху. Как всегда, мы с вами говорили, что в пророках есть варианты будущего, но не определено. Оно очень сильно зависит от нас, это будущее. И мы не удостоились того, чтобы понять, что настало новое время, и Всевышний трубит в шапар. Мы не удостоились того, чтобы не с великой верой вернуться в Ирушалаем, святую землю. Мы удостоились только того, что под нашими ногами затряслась земля, и мы начали собираться в Израиле. И, как всегда, это может быть не обязательно какое-то событие, это может быть процесс, долгий процесс. Это землетрясение еще не закончилось, оно будет продолжаться, пока оно не вытрясет всех из земель изгнания, или пока, как мы с вами говорили, Всевышний не обобьет все маслины, и не соберет их, чтобы принести в землю Израиля. Обвивают тоже маслины, потому что они, как бы маслины, они приросли к дереву, они сами не упадут, их надо бить палкой, чтобы они упали. Образ совершенно понятен, еще не стоит говорить еще раз о том, что сыновья Израиля прирастают к Галуту и иногда всей душой, и выбить их из Галута очень и очень трудно. Это мы понимаем. Теперь мы можем спросить себя, если посмотреть на наше время, мы возвращаемся, и можно ли сказать, что пришли и поклонились храму в Игоре, храма еще нет, и к сожалению не спешат его построить, потому его и нет, что не спешат его построить, это соответствует нашему времени, а вот все ли поклонились храмовой горе? Можем сказать, что да, в том или ином смысле. В Израиле, как показывает опрос, есть 94% людей, которые верят во Всевышнего и в общем-то в том или ином виде или в том или ином варианте верят в исходы из Египта, 94% это один момент, то есть есть вера во Всевышнего, другой момент, мы с вами посмотрим картинки, которые, может быть, вам хорошо уже известны, это после шестидневной войны. Здесь все, и религиозные, и нелегиозные, и солдаты, и гражданские, да, все они хлынули потоком в этот узкий проход, когда еще не были снесены арабские дома, и не была расчищена площадь, все они хлынули к стене плача, все передавали друг другу и слушали по радио, и передавали друг другу, что проход к Котелю открыт, и все устремились туда для того, чтобы выразить своих молитвах, каждый, как он понимает молитву, выразить свою молитву восхищение тем, что произошло после девятнадцати лет, когда Иерушалаем был разделен, да, то есть эти как бы, и сегодня продолжается тоже, продолжается то же самое, хочешь ты или не хочешь, стена плача, можно сказать, может быть, к сожалению, что не храм, а стена плача, но все же, все же, как бы сказано, как храм бы и гора, подпорная стена храм бы и горы, она остается символом Израиля, который принимают все, и здесь около стены плача принимается присяга, и всем раздается тана, и получают оружие после курса молодого бойца, это происходит здесь, у стены плача, разве можно отрицать, то, что хлынули к храм бы и горе, несмотря на то, что не поняли трубления в шафар, или лучше сказать, что не поняли, что в шафар трубит всевышний, несмотря на это, все устремились к храму и горе, и на этой, на последней картинке, где есть благословение ковенов, может быть, нет, мы видим, что это вечернее время, но когда есть благословение ковенов, четвертый день праздника, в Песах, в Суккот собирается огромная толпа Котелю, и здесь есть и религиозные, и нерелигиозные люди. Это та картина, о которой мы говорим. И не знаю, мы, конечно, поем эти слова, приведи нас к Святой горе, и приведу к Святой горе, мы говорим эти слова, мы еще посмотрим дальше о них, эти слова, но хотелось бы, чтобы это как бы у нас все-таки было и, так сказать, в разуме, и в душе, и понимание этих строк, и ощущение того, что пророчества сбываются, может быть, не в как бы не в оптимальном варианте, но они сбываются. Вот. Теперь это то, что касается 27 и 28 главы из пророка Ишаягу, 27, да, а вот 28 глава, давайте сейчас, секунду, я соображу, как нам ее затронуть с вами, да, так, давайте, давайте в эту 28 главу возьмем, еще, надеюсь, что успеем затронуть и 56, вот 28 глава, как вы понимаете, продолжает 27, продолжает тему, которая, которая была начата, начата там, горе тебе венец гордости пьяных сынов Ифраема, и тебе бутон увидающий величественной красоты его Ифраема, который на вершине над масличной долиной пораженных вином, о чем эти слова, конечно, они относятся и к прошлому, но нужно учитывать то, что когда они были произнесены, эти слова Ишаягу Ифраема, как 10 колен, их уже не существовало, они уже были угнаны, о чем говорит пророк, он обращается к правителям Иуды и говорит, что они не лучше, не лучше, чем правители 10 колен и ведут себя точно так же, что отличало правителей 10 колен, то, что они не понимали, что земля дана Богом на определенных условиях, каких условиях мы с вами поговорим в дальнейшем, но понятно, что как минимум это соблюдение заповедей, это устранение вот этого поклонства, этого понятия у правителей 10 колен не было, и это то, что их погубило ощущение того, что они владеют землей и могут делать на ней то, что они считают нужным. и сравниваются правители с венцом, видимо, венец, который надевали на пирах, и это, наверное, более древний обычай, но мы можем это себе представить и по греческой скульптуре, более древний обычай, чем в Риме, лавровый вилок, или бинокль из цветов, это то, чем украшали себя, скажем, важные люди на каких-то собраниях, и говорится, что этот цветок, цветок красоты Евраима, то есть то, чем он гордился, гордость, его достижение, его правители, их сила, их слава, то, чем гордился Евраим, или сыновья иуды, похожие, правители иуды, похожие на Евраима, вот это будет все смыто смертоносным потоком, ногами растоптан будет венец гордости пьяных сынов Евраима, не обязательно, что они опьянены веном, они опьянены ощущением своего величия, и если были какие-то пиры, даже чрезмерные, скажем, во времена Ерваама II, когда Северное царство было благополучным, то не в этом дело, дело в опьянении своим успехом, в опьянении как непонимание окружающей действительности, и будет бутон увядающий левичественной красоты его Ефраима, то есть правители утратят свою силу и этот дух делает то, что мы считаем нужным и ощущать свою силу, этот дух исчезнет. В тот день всесильный бог воин будет венцом красоты и короны и славы остатку народа своего. Здесь очень красивый переход, есть венец славы правителей, то, чем они гордятся, и, скажем, олицетворяет их понимание величия страны, которым она обязана им, правителям страны, их пониманию, их и так далее. Это все исчезает. Понятно, что они ничего не стоят, ничего не стоят правителей, если они оторваны от Всевышнего, и будет день, когда Всевышний покажет, что он, если правители и правят, то он правит над правителями, и он и он и красота, и слава остатка народа своего. Истинная красота, истинная красота, это храм, который отрицали, кстати, десять колен отрицали, да и Бьюмде, говорили, что храм не признан всем народом, и поэтому он не имеет святости, и вот истинная красота, это и храм, это и красота Всевышнего для народа, это и храм, это и правители, которые понимают Всевышнего и стремятся утвердить его закон, это и суббота, и соблюдаемые законы седьмого года, все это красота, Всевышнего, в отличие от временной красоты правителей, которые не потрудились понять, что не от них зависит благополучие народа и его будущее. И эти тоже ошибаются из-за вина, избили с пути, из-за опьяняющего напитка священники, говены, и пророк. Это обращение к иудея говорится, что даже когены, которые должны были бы постоянно подчеркивать славу Всевышнего, они это не делают, и пророки, как бы, как мы с вами говорили, поддакивают правящие верхушки, и нету тех сил, нету тех основ, которые привели бы к исправлению. И дальше очень сильная фраза, ибо все столны полны блеводиной испражнениями не чистого места. И это не реалии, это не реалии, это не то, что, скажем, когены или пророки или правители напиваются до такого состояния, что уже вокруг них вокруг них только грязь. Это стремление пророка подчеркнуть состояние правителей, состояние правителей в том плане, что все их понимание, оно, все их понимание, которое не приводит, как управлять страной, куда ее вести, оно не приводит ни к чему, и оно отвратительное в этом плане. И здесь следующая фраза указывает на спор пророка, который мы чувствуем в книге Малахим, на спор пророка с правителями, с верхушкой Иуды, заранее забегая вперед, пророк говорит им о том, что перед народом стоят великие цели исправления всего мира, привлечения к служению Всевышнему всех народов в том или ином виде, распространение знания о едином Боге среди народов и распространение закона Всевышнего среди народов. Они заняты собой. Собой у них нету мысли о том, что конечная цель это исправление мира. В лучшем случае они заняты укреплением страны. Да и это они не могут толком как следует сделать. Но когда с ними пророк говорит да вот есть Иуда она сейчас и сейчас небольшая да и когда пророк начинает говорить с ними о высоких целях да о том что нужно то что задача распространить знания знания Торы на все народы что ему отвечает кого он учит по знанию и кому разъясняет услышанное услышанное да кого здесь есть несколько пониманий фразы мы пойдем как бы по такому самому простому или может быть самому яркому пониманию да кого он учит по знанию кому разъясняет услышанное пророчество что он хочет сказать они не отрицают его пророчество да напрямую но они говорят да что он обращается к младенцам отлученных отлученных от молока и отнятых от груди они хотят сказать что они да мудрые люди ирушалаема они с детства учат Тору да и есть 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 обычай приучать ребенка совсем с младенческих лет да к словам Торы когда он еще там скажем в коляске вот кто-то скажем приходит с ребенком в бейтмедраж для того кто-то в бейткнессе для того чтобы как бы ощущение бейткнессе это бейтмедраж распространялось ребенка и как только он начинает понимать его приучают к заповедям к словам Торы и вот мудрецы говорят мы мудрецы и правители говорят мы такие люди да кому он обращается и он говорит что-то совершенно новое то что мы не слышали хотя мы с детства учим Тору да и вот ибо повеление за повелением повеление за повелением черта за чертой черта за чертой немного тут немного там да Тора да это не глобальные задачи это не глобальные задачи Тора это понемножку да чуть-чуть здесь чуть-чуть там вот так вот строится семья так вот строится общество да цав ли цав кав ли кав как это говорится на еврите черта за чертой здесь можно сказать цель за целью цели маленькие да кав от слова «легхавот» или прочертить куда-то черту направляющую. Цели, они не глобальны, они маленькие. Задачи, которые исполнимы. Ты говоришь не об исполнимых задачах. Ты говоришь людям, обращайся к людям, которые от груди матери учат Тору всю жизнь. И ты им говоришь вещи, которые они не слышали, вещи неприемлемые. И вот вся Тора строится на том, чтобы небольшие заповеди, по чуть-чуть, и цели конкретные, небольшие, и не нужно задаваться этими глобальными задачами. Ибо речи, запинающиеся языком чужим, будет он говорить с народом этим. То есть он, как человек, пришедший от других, как пророк других народов. Он пришел с нами говорить о задачах, которые достоят исправления мира. Он, как пророк, который пришел от других народов. Белам какой-то. Говорит на чужом языке. Так воспринимается Ишаяху, о котором он сказал, ибо речью, запинающейся языком чужим, будет он говорить с народом этим. О котором он сказал, вот покой, дайте отдых усталому, и вот отдохновение. Но они не хотели слушать. Покой и отдых усталого. Место храма в Торе называется Менуха. Еще они пришли до места покоя. Храм – это место покоя. Можно сказать, цели. И как бы дальше уже не надо никуда стремиться. Конечно, надо стремиться, но уже совсем по-другому. Храм – это цель. Храм должен принести исправление мира. Но они не хотят это слушать. Но они не хотели это слушать. И что? Ишаяху говорит очень тяжелые и очень интересные слова. И стало для них слово Бога, повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой. То есть стало тем, что они хотели маленьким, небольшим. Небольшие задачи, небольшие цели. Немного тут, немного там, чтобы они пошли и споткнулись. Когда Тора превращается в, лишается глобальной цели, когда они совершенно не помнят, не забывают. Можно представить себе, что сейчас нельзя достигнуть этой цели. И действительно остались только то, что можно сделать, это решать какие-то небольшие задачи. Это можно представить. Но нельзя забывать о глобальной цели. Если забывать о глобальной цели, то средства становятся мелкими. И в глазах Бога они мелкие, становятся средства. И это приводит к тому, что пошли, споткнулись и упали назад, поскольку не поняли глобальных задач и не поняли о глобальных целях. И разбились и попали в ловушку, были пойманы. И людей чужеродных, присоединившихся к Богу, чтобы служить Ему, можно было бы разобрать здесь подробные, интересные моменты. Но мы скажем, в общем, что пророк говорит о том, что вы говорили, что учение Торы, это для тех, кто учит от груди матери, занят Торы. Может быть, это и так. Но Всевышний говорит, я привяжу людей чужеродных, присоединившихся к Богу, чтобы служить Ему, любить имя Бога. А в этом задача. И это будет сделано при помощи Всевышнего, чтобы быть Ему рабами, всех хранящих субботу, чтобы не отскорнить Ее и держащихся завета моего суббота, как пример. Естественно, не только суббота, и все заповеди, которые связывают и человека Всевышнего, и человека, и человека. И дальше, та фраза, которую, опять же, мы постоянно повторяем в Рожешана Десне Раскаяния и Йом-Кипур. И их приведу я на гору святую мою, и обрадую их в доме молитвы моей, всесожжения них и жертвы их приняты будут с желанием на жертвеннике моем, ибо дом мой, дом молитвы, назовется для всех народов. То есть, теперь мы понимаем, что это не просто обещание, и это не просто пожелание, и оно относится не только к сыновьям Израиля, оно относится, может быть, это очевидно, но это как бы проскальзывает, протекает между пальцев, это относится ко всем народам. Ко всем народам. Будущее – это для всех народов, и к этому необходимо стремиться. И без этого все становится мелким. Опять же, может быть, нельзя достичь этой цели, но нельзя о ней и забывать. Когда ты забываешь о цели, то вся учеба, все изучение Торы, все оно поражено мелочностью, мелкотою, так сказать. И это слова пророка. «Слово Бога Всесильного, собирающего разбросанных Израиля, еще других соберу я к нему, к собранным его». Соберу Израиля вместе с ним и другие народы. Здесь я остановлюсь. Напомню, что мы с вами посмотрели 27-28 главу и перешли к 56-й. И целью нашей было познакомиться с внутренним смыслом тех слов, которые мы с таким большим восторгом произносим в этот период. Вот я остановился. И, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, в чате вот что-то я смотрю сейчас, я пытаюсь открыть чат. «Недахим в Эрит Смитцраин». Это отказники. Ну, можно сказать, можно сказать, отказники. Вот. Это очень такая, как бы, прямая аналогия. «Недахим в Эрит Смитцраин». Да, те, кто... «Недахим». Можно сказать, те, кто там насильно находится. Вот они бы оттуда сбежали, конечно, но не могут. Можно сказать, что прежде всего это отказники. Да, и еще много-много других евреев, которые бы сбежали из Советского Союза, если бы у них была такая возможность. И спасибо за вот такое замечание интересное. Теперь, если есть что-то еще, то, пожалуйста. Авзеев. Да, пожалуйста. Чем именно обрадует Всевышний в доме молитвы? Последняя фраза, седьмой параграф. Чем? Чем? Как это лучше понимать? Как это поднимать? Действительно, могу сказать честно, что я заранее об этом не подумал, но я можно себе представить, что служение Всевышнему, оно действительно приносит радость, да, если только это происходит искренне, да, и вот, и всегда, как бы, когда у человека есть желание и стремление, то это находит ответ со стороны Всевышнего, и поэтому вы очень интересно подчеркнули момент, действительно, можно понять, что речь идет о том, что вот эти народы, которые собираются, может быть, у всех есть разные мотивы, но в основном, да, они приходят для того, чтобы вернуться ко Всевышнему, и они приходят для того, чтобы служить с радостью, а не от страха, и поскольку они люди новые, то Всевышний им помогает в этом, да, вот мне кажется, что это очень-очень-очень ценный момент, который, вот видите, я вам говорил всегда, что это наша совместная работа, что хорошо перечитать все комментарии, но есть вопросы, есть искры, которые неотмечены, остались как бы в стороне, замечательно, это просто прекрасный вопрос, настолько привыкаешь к тексту, действительно воспринимаешь его как песню, что очевидные вопросы иногда не возникают. Равзей, если позволите, я присоединюсь к вопросу, потому что действительно замечательные вопросы, и замечательно, очень здорово, что обратили внимание на это, а вот это вот, это как воздействие на душу, да, которое Всевышний пошлет, особое, и это первое, в принципе, мне знакомо, да, я не знаю, в каком размере, но как так, как человек, я, который тоже жил какой-то жизнью до того, как Всевышний мне, в принципе, послал какое-то свое воздействие на мою душу, но то, что мы сейчас упускаем, или это наоборот, для того, чтобы мы сейчас работали больше над тем, чтобы это было более постоянное какое-то, вот это вот воздействие, оно как будто не такое ощутимое становится, а времени, о котором мы обсуждаем, будет ли это постоянное влияние Всевышнего, которое будет постоянно обновляться и давать свет, силу, душе, вот это вот чувство постоянной взаимности, энергии, света, тяжело мне точно сказать, это невозможно точно объяснить, но вы, если вы меня поняли, пожалуйста. Я понял, по этому поводу, Леавдель, Том Сойер говорил, да, негрупалец, он возьмет всю руку, но скажите, ну, откуда же я могу это знать, будет ли это постоянным или непостоянным, да, но не все же можно, не все же можно знать. То есть, это прекрасно, что возникает желание узнать и развить мысль, заглянуть в будущее, да, но не знаю, кому, мне, мне это недоступно, я не могу сказать, ну, вообще, вообще, можно представить себе, что, конечно, изменения, которые произойдут, они будут, они будут постоянными, возврата к прежнему, возврата к прежнему не будет, да, понятно, да, и вот это, наверное, помощь Всевышнего в служении, в служении ему с радостью, эта помощь, она будет постоянной, да, это не просто один раз, в единоразовом порядке обрадует, а так представляется, да, так представляется, что, конечно, новое время наступает не для того, чтобы потом или уйти совсем, или иногда блеснуть, так сказать, порадовать чем-то сердце, а потом пропасть, совершенно не для этого. Будущее время, оно связано, как бы, с постоянными изменениями. Аравзеев, можно об этом сказать, вот как говорится, да, что злое начало человека заберут, соответственно, не будет той силы, которая мешает. и Шаяху об этом говорит, и Шаяху об этом говорит в другом месте, да, и тоже как-то, понимаете, да, если у человека нет свободы выбора, он перестает быть человеком. Свобода выбора всегда будет, просто, скорее всего, она перенесется на другой уровень, на другой какой-то план, да, вот, не на план, там, получения, получения простых удовольствий, а на план, как сделать лучше, и как поступить лучше, и, вот, скажем, да, выбрать наилучший путь, это тоже большая ответственность, да, человек несет ответственность не только за то, что он сделал плохого, но и за то, что он не сделал хорошего, и поэтому, вот, если представить себе, что свобода выбора переходит в план, как сделать хорошо, и как сделать хорошо, или как сделать еще лучше, да, то это тоже свобода выбора, и большая ответственность, и большая духовная работа. Спасибо, Равзай. Хорошо. Ладно, я вам благодарен, обратите внимание, что нам сегодня с вами удалось поговорить, и давайте также продолжать дальше. Будем считать, что мы хорошо начали год, я имею в виду в плане вопросов, которые меня очень порадовали, и надеюсь, что нам все много дали, и будем продолжать с Божьей помощью. Вот, всем самого хорошего в начавшемся году, успехов, благополучия, дай Бог. Спасибо. Окей, я тоже присоединяюсь. Если можно, небольшая реклама, смазывать рекламой, я сделал в в Телеграме, ну, правда, рассылал пользователи, участие, но хорошо, я сделал группу в Телеграме, идея такая, называется «Иврит по источникам». Каждый день публикую там небольшой кусок из самых разных мест, из Рамбама, из Медрашей, откуда только угодно, да, из, так можно сказать, до Рава Кука, и прошу людей каким-то образом поучаствовать в переводе. Иногда это выражается, выливается в некоторый даже диалог, о том, что вот сейчас было по поводу Рав Кука, Кфера и все прочее, но это все как бы сосредоточено через «Иврит». Если кто-то хочет попробовать себя, приложить усилия или во всяком случае поучаствовать, пожалуйста, там уже, слава богу, в общем 60 с чем-то человек участвует, к сожалению, очень немного, но есть люди, которые участвуют. Давайте, поддержите. Здорово, успехов! Обязательно! Линк здесь в Телеграме, можете нажать и туда вступить. Окей. Всем счастливого! Пока! Хак Самея! Хак Самея! Хак Самея! Пока-пока!